Ну что, Россия должна быть всегда первой. Вот произошел турнир по Бриджу в интернете. Международный, все страны здесь представлены. И Россия первое место. Ну, давайте рассмотрим пару игр с этого турнира. Да, мы сейчас еще прокрутим здесь более 100 участников. И вот такой результат. Значит, ну давайте рассмотрим последнюю двадцатую. Она как раз была такая, интересная, что возникли проблемы. Вот такая торговля была. И оппонент атакует в бубнового туза. В туза бубен. Атакует. С целью, естественно, чтобы ему прислали убитку. Ну, здесь возникло, конечно, когда я выход в пику. Проблема ставить короля или не ставить. Вот эта двадцатая ключевая, двадцатая из двадцати партия была. Игра была в этом турнире. В общем, я решил не ставить. И оказался прав. Значит, тот принимает. Бубну присылают на убитку. Убивают. И на этом еще проблема не заканчивается. Это очень боевая такая раздача. Трефа. Ну, здесь уже три взятки оппонента уже взяли. Легко считается, что если, значит, просто взять турзон, то будет четвертая взятка потеряна. И в данном случае оппоненты нам делают автоимпас. И, значит, пропускаем к даме червей. И выиграем весь контракт. Козыряем. Ну, в общем, все взятки сверху. То есть, треф. Значит, есть результат лучше нас. Вот результат из Австралии. Из Сиднея. Значит, но он получен только за счет того, что оппонент вышел в трефу. Атака была трефовая. Смотрим. Вот, значит, трефовая атака. Просто принял. Естественно, сразу выкозырил. Значит, уже убитки уже не будет. Уже. И получается, значит, если убитки не будет, то получается, должно получиться 11 взяток. Значит, экспас короля бубен. Выходим мелко к королю. Прыгает тузом. Ну, у нас здесь ряд бубновый. Дама-король. Король-дама-валет. Ну, это не важно. И концовка. 11 взяток. Так, ну, давайте еще посмотрим что-нибудь. Так. Так, это 20-я раздача, да? Ну, давайте мы еще сыграем один турнир. И будет больше информации будет. Вот результат. Значит, из 213 участников. Участники все прибавляются. Турнир еще идет, как я все это понимаю. Всемирный турнир. Вот первое место. Смотрим. Это, значит, все 20 игр. Игр. Вот эта процентовка. В правой стороне. Очень упорная борьба. В общем. Ну, давайте посмотрим шлем. И вот под конец уже был почти ноль. И вот поэтому... Я всегда шел за 70. И вот. И как-то уже здесь... Вот эта игра. Ну, давайте шлем рассмотрим. Вот шлем. Значит, как его играли. Вот. Это все результаты. Здесь 6 без козыря люди ставят. Давайте смотреть. Значит, одна бубна. Я вот такая семикартная бубна пришла. Две трефы. Партнер. Смотрим. Значит... Это натуральная заявка. Две трефы. Или фит в бубнах. Это система САЙК. Ну, я две бубны. Удлиняюсь. Показываю, что это разбалансированная рука. И форсирую до гейма. Партнер. Две червы. Показывает четверку червей. Три бубны. Я его продолжаю форсировать. В общем, эта заявка ничего не говорит. По большому счету, она никакой информации не несет. Три без козыря. Он предлагает играть с три без козыря. Я после небольших размышлений думаю, надо все-таки малый шлем поставить. Как была игра. Значит, оппоненты атаковали в пику. И уже, как вы понимаете, все остальные 12 взяток нужно брать. В общем, здесь больших проблем не возникает. Выкозыриваем. И собираем все взятки. Шесть бубен. Люди играли три без козыря. Значит, давайте шесть без козыря посмотрим. Очень интересная торговля. Очень интересный контракт. То есть, одна бубна, две трефы, три без козыря предложил играть. И тут партнер на силе шесть без козыря. Вот так происходила здесь борьба. Это лучший результат. Как эту раздачу сыграли в этом турнире. А вот эта раздача интересна тем, что в концовке нужно ходить именно в двойной ренонс. Хотя все знают, что ход двойной ренонс это ошибка. Почти всегда. Но только не в этом случае. Итак, смотрим. Бубновая атака. Все достаточно стандартно. И вот приняв на короля треф, на короля треф, нужно хорошенько подумать, во что продолжить. Значит, если в пику, если в туза пик продолжить, избегая двойного ренонса, то получится то, что пика будет забита козырем, трефа будет убита валетом червей, и по королю пик будет вынесена трефовая потеря с руки. Вторая. Вторая трефовая карта. И будет ровно. Будет ровно 10 взяток. Вот. Если же пойти в бубну, просто в двойной ренонс, то где бы он не надбил, ему, конечно, выгодно надбивать валетом червей. Вот. Этого не получится. Будет минус один. Так, тут еще немножко поиграли. Вот. Восьмое место из тысячи. В течение часа мы сыграли эти 40, эти 20 раздачи. Очень интересно здесь раздачи. Очень интересно здесь играть. Всем рекомендуем. Так, ну что еще сегодня. Ну вот была попытка. Да, кстати, здесь встретилась русская девушка. Очень интересно. Все, всем удачи. Спасибо. 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 Спасибо.